всем привет меня зовут максим я сегодня попытаюсь рассказать про представление n равно 2 супер суперконфортной алгебры и про связанную с ней про связанные с ней минимальной модели при тем как мы начнем я хочу хочу контрольного слушателя коля у тебя пристрастие ну допустим коля будет контрольным слушателем так ну давайте немножко про план расскажу значит что будем делать первое это напоминание с прошлого раза какие-то определения коммунционные соотношения для суперконфортной алгебры постараемся очень быстро пишу definitions значит затем это вот самая важная часть моего доклада мы поговорим про то как спектральный поток позволяет какие множества спектральный поток вносит в теорию представлений для суперконфортной алгебры в отличие от несуперсиметричного случая вообще в целом поговорим про теорию представлений давайте назову это representation это супер суперверосор и я буду обозначением пользоваться сегодня ну и третья часть доклада здесь уже можно не слушать это уже будет под конец я думаю что никто не доживет вот это явная явная реализация представления о которых пойдет речь во втором докладе и минимальные модели давайте я назову это constructions и минимальные модели ну давайте значит первое что в прошлый раз ребята нам рассказывали что такое n равно 2 суперконформная алгебра я сейчас напомню она порождается следующими коммунционными соотношениями кто у нас там есть у нас есть во-первых генераторы обычной виросоры ln есть у один токи которые мы добавили у один ток генератор у один тока есть еще генераторы поли суперпартнеров которые номеровались буквы обозначались g плюс минус r и и было два сектора то есть на самом деле как бы можно думать что есть на самом деле две суперконформные алгебры которые заморфны значит вот сектор сектор омона в один ток да но я потом напишу коммунционные соотношения будет понятно почему значит рамоновский сектор это r бегает по целым да значит и шварцовский сектор он бегает по полу целым я я погуглил специально мне казалось там вот ну ты погугли если там так то скажи я исправлю значит я не тороплюсь потому что мне следующий докладчик решил откусить кусок от его доклада если мы не успеем поэтому но если я слишком медленно буду можете меня поторапливать давайте начнем справлять коммунционные соотношения но первое коммунционные соотношения все помнят это коммунционные соотношения для алгебры виросора которые значит имеют вид м минус н или м плюс н плюс англом цена 12 н в кубе минус н дельта м плюс н ноль чего 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 ну вот уже опозорился сейчас сейчас чуть-чуть в чем проблема еще раз первая 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 конечно да первая буква там стоит да точно у меня просто в записи ход здесь н стоит да извините вот так хорошо да точно так вот собственно затем ну это просто постелятор на алгебра фактически это цена 3 давайте я буду тебе большую писать потому что это пока что центральный элемент я пока не хочу его заменить на число умножить на дельта м плюс н ноль ну и теперь антикоммудатор для фермионов гр гр а гр минус это значит он порождает 2 l r плюс s да 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 спасибо r минус s r минус s r плюс s плюс снова c на 3 r в квадрате минус 1 четвертая дельта m плюс n ноль ну теперь давайте это в терминах ют от r плюс s дельта r плюс s да конечно да да вот так давайте я теперь пешу это в дуальных дуальных терминах через OPE если мы теперь заведем производящие производящие функции для этих друзей давайте я назову вот это вот вот это вот равенство 1 вот это вот равенство 2 вот это вот равенство 3. Если я заведу по такой формуле производящие функционалы, давайте вот эту доску перейду. Между разными и потом рассмотрим. Ну просто я сейчас хотел написать сначала ОПЕ для нейтривиальных, а потом остальные. Так вот, если мы запишем G плюс-минус от Z как ряд R и Z плюс одна вторая, G, R, Z в степени минус R минус 3 вторых. Ну а остальные там понятно как все. Тензор энергии и импульс это сумма по N и Z или N Z минус N минус 1 минус 2. Да, здесь уже точно минус 1. То тогда уравнение 1. Оно как бы может быть эквивалентной записи в терминах. Момент. Где? По знаку суммы, они ноды G, R плюс-минус. Да, конечно. Да. Вот. Значит, первое уравнение этого ОПЕ там для Те. Значит, второе это ОПЕ для токов. Ну и третье, вот я ее я выпишу, ну просто вот эти там, я думаю, что много раз писали, но это не писали. Третье это ОПЕ для G плюс от Z, G минус от Z, и она имеет следующий вид. Вы хотите просто написать или выводить? Нет, я хочу ее просто написать, потому что если я не могу ее выводить, то, во-первых, я умру, во-вторых, как бы, ну там вообще остальное не успеем. Ну как вот, контр, ну как вот, вот гумбуционные соотношения для R берутся из контрных интегралов, там по Z здесь то же самое, и концептуально. Вот. Вот. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 я думаю, что понятно, что раз я не написал это значит, что плюс с плюсом антикоммутирует минус с минусом антикоммутирует теперь давайте я напомню про смешанные про смешанные коммуникационные соотношения в которых участвует ИЛ и ИОД ну, собственно, ИЛМ с ЮТН это есть минус Н ЮТН плюс Н и это то же самое, что в терминах УПЕ вот такая вот запись сейчас, 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 сейчас в общем, если в терминах УПЕ это написать это будет значить, что ЙОД от Z это примарное поле и у него размерность Дельта ЙОД равна единице теперь следующие коммуникационные соотношения для ЙОДН с ЖР и для ЛН с ЖР вот это коммуникационное соотношение это плюс-минус тут плюс-минус стоит тоже плюс-минус Р плюс-минус Р плюс-минус да, значит, это означает, что поле Ж оно обладает зарядом У1 чарж равен плюс-минус единице, соответственно значит, ну, а это коммуникационное соотношение это Н пополам минус Р на Ж плюс-минус Р плюс-минус У Владимира тоже словно есть, да? Буквально один, там одна будет, где же минуски стоят. Да? Да, от мармировки зависит. От мармировки толпы, но ты можешь по-у-пу-и, а может по-у-пу-и. Правильно, тогда три стоят. Нет, у Владимира это когда вы берете первый правый сектор, тогда вы получите. Ну, так говоря, платно. Ну хорошо, ладно. Никакой вещественности нет. Ни вещественности ничего, ничего. Ж, ж, ж... Ж, это не вещественные поля, да, с этим я согласен. Ну хорошо, ладно. А тебе не нравится, что это только было морд на всех? Ну конечно, на такие вещи нужно говорить полно. Ну, ее пора выписываем коммунационные соотношения для одного из двух, для одной из двух копий суперконформный алгебра которым вы рассматриваете пока только про голоморфный сектор говорим но подразумевается что и как бы когда мы будем говорить ну я понял хорошо и я понял как бы замечание ну хорошо окей значит ну вот это в терминах упс собственно значит что жр плюс минус же плюс минус как поле обладает конформной размерностью 3 вторых это пока напоминание того что было в прошлый раз так дальше значит это как бы первый пункт значит второй пункт того что было в прошлый раз спектральный поток значит вот если у нас есть фиксированный сектор например и нас сектор если я пишу формулу то скорее всего ничего страшного если я пишу формулу то скорее всего я ее пишу в нс секторе если не сказано обратно если непонятно можете меня ловить значит спектральный поток вот у нас есть такая вот формула это как бы автоморфизма на алгебре значит ро которая зависит от это давайте это эти автоморфизма определю на генераторах и потом продолжу по линейности значит определяю их следующим образом вот это это элен плюс это ютен плюс это в квадрате цена 6 дельта 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 н ноль ро это вот ютен это есть вот это 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 не н вот так вот так те же формулы devot捕 да просто да да значит это просто их ютен плюс а это цвет на 3 дельта н ноль затем кру это но такое обозначение jungle мы пишем значит быть ощущаем значит вот же плюс-министр r это есть не что g плюс минус r плюс минус это и вот в этот момент мне вообще-то хорошо про вчерашнюю дискуссию сказать, что это, оно здесь из полуцелых чисел ну да, z плюс 1 вторая ну потому что вот эти генераторы я определял в r и ns секторе только для полуцелых ну мне кажется, что когда это называется не поток, а причинение как? ратур смены картинки сейчас, секундочку здесь важно уточнить, что когда это целое, это автоморфизм одного и того же сектора когда это когда это целое, это автоморфизм одного и того же сектора потому что вот эта штука что? да, ну я сейчас про это скажу это просто я не успел еще r это от центрального элемента это собственно центральный элемент, он не меняется значит сейчас я напишу формулу, будет точно ясно значит, вот r это знаешь, два случая значит это целое следовательно r это это автоморфизм s вир ну вот r или ns это не важно ну потому что он это сохраняет значит, если это из целого плюс одна вторая то ро это там ну изоморфизм между этими секторами но обычно не запариваются и говорят, что как бы это просто на этаже алгебры, но когда я это понимал, мне удобнее было так понимать вот у вас написано афераторное расположение же плюс и же минус это в ns секторе или в ns секторе? голова я готов за него отвечать в ns секторе вот мне кажется, что не должно быть сейчас скажу подождите давайте вот про это в конце поговорим нет, ответ очень простой что эта формула не зависит от того, как вы секторе там но локально она определяет всю коммуницию у вас написано z, z она там еще какой-нибудь она написает z, w а это да, если тут w нет, там просто же есть тонкость что когда я рассматриваю OPE g плюс минус там со всеми примарными операторами с там суперконформной минимальной модели она там в зависимости от сектора либо локально либо полулокально поэтому ну я поэтому ну хорошо да в общем я вот ну хорошо буду иметь ввиду но я боялся об этом говорить потому что вот там вот это уже неверно давайте дальше пока пойдем так, что я хотел сказать-то вот значит утверждение которое можно быстро доказать что RU это действительно поток что RU это плюс tau это RU от это композиция RU от tau ну то есть что если я буду последовательно сначала применять RU от tau потом RU от это то это то же самое что от суммы это очевидно для всех генераторов которые не ELN ну потому что к йоту я просто тупо линейный кусок прибавляю здесь я просто сдвигаю сдвигаю эту штуку со и не меняется но для ELN можем быстро показать давайте быстро покажем значит применяю RU от это к RU от tau к ELN ну это то же самое что у RU от это ELN плюс tau Y от N плюс tau C на 6 тут в квадрате дельта N 0 потом дальше повторно по всем тем же самым правилам применяю получаю ELN плюс это плюс tau Y от N плюс значит здесь что случится когда я вот к этой когда я подействую RU от N на Y от N там появится перекрестное слагаемое которое содержит произведение это на tau в итоге все это собирается в том что здесь будет стоять tau плюс это в квадрате C на 6 дельта N 0 поэтому действительно поток вот таким образом как бы достаточно ну то есть когда я например это из полуцелых чисел это это есть какой-нибудь N плюс 1 вторая то тогда RU от это это композиция просто-напросто RU от 1 второй которая мне меняет местами NS и R сектор с каким-то ну кручением просто вот автоморфизмом N который сектор сохраняет так все на этом повторение того что было в прошлый раз закончено сколько времени прошло Паш ну пока укладываемся так вроде это все теперь давайте про теорию представлений поговорим для суперконформной алгебры значит ну во-первых значит а я тут стерю кучу определений ну ладно мы будем рассматривать естественно только представление старшего веса потому что их удобно изучать представление старшего веса по аналогии как бы с представлениями конечномерных алгебр L нумеруются собственными числами под алгебрикортана ну или то же самое Просто говоря, с собственными числами под алгеброй Картана Аналог под алгеброй Картана в алгебре Верасора В обычной алгебре Верасора это L0 и центральный заряд У нас здесь добавился еще йод 0 Таким образом у нас неприводимые представления Будут нумероваться тремя объектами Собственным числом центрального элемента, который называется центральный заряд Собственным числом L0, которое называется конформной размерностью Соответствующего примарного состояния или вектора старшего веса И зарядом U1 Таким образом давайте заведем такой вот объект Это еще не все, я сказал, почему не буду нумероваться Давайте определим представление старшего веса Значит, V это значит старшее веса презентейшн Наслина тому, что существует там вектор, который я буду называть как раз вот дельта Q Я не буду писать центральный заряд, потому что он во всех контекстах всегда фиксированный И сейчас я буду говорить про представление нас сектора, потому что это удобно Во-первых, он зануляется всей верхней треугольной частью алгебры Li Верхняя треугольная часть в данном контексте означает, что это ln, u10 и g плюс-минус r Для n больше нуля и r хотя бы одна вторая Он является собственным, это первое Он, значит, зануляется Действие всего вот этого на дельта Q ns равно нулю Значит, второе Что там за том, не сдох, непонятно что-то? Окей Вы просто задавайте вопросы Контрольный слушатель, кто? Поле, нормально? Нет, нет Хорошо Значит, он является собственным для L0 Ну, L0 на вот этот самый вектор Дельта Q ns Он выдает, собственно, конформную размерность дельта Умноженную на... Средняя строчка, что они обнуляют? Да, что они обнуляют Все повышающие операторы зановляют это состояние Значит, ну и то же самое для u0 То есть у0 действует на дельта Q в секторе ns Он выдает заряд Q Вот так Значит, тогда Теперь определим следующее понятие Значит, собственно, модуль верма Или представление верма Значит, а... А, ну еще, конечно, здесь я забыл упомянуть Три последние, самые важные Что V, оно порождается Такими вот объектами Значит, что это Ну, вот я так напишу Давайте L от лямбда G от мю Условно, плюс-минус Действующий на вот этот вот Старший вес ns Для всех лямбда И мю Каких-то разбиений Значит Ну, в общем, я думаю, что Давайте Вот так напишу символически А вот эта запись Означает, что я должен Действовать всевозможными Понижающими операторами То есть лямбдами Для которых индекс Меньше нуля И G Для которых индекс Меньше нуля И так, чтобы они еще были упорядочены Понятно или Или написать Хорошо Значит Представление старшего веса Называется представлением верманиса Вот такие штуки еще и базисом являются Потому что, ну, вообще говоря Это не очевидно, что это так Теперь давайте Скажем, что Есть Такой интересный класс Представлений Который называется Керальные представления Сейчас я напишу, что это значит В прошлый раз вроде дали определение Я его повторю Нет, я сейчас скажу, конечно Потому что, естественно, есть аналог Формулы Каца для суперсимметричной алгебры Что модуль Уверма Я пока не проводилась вообще ни слова не говорил Я говорю, что просто вот есть модуль Уверма Он как бы является представлением Значит, естественно Он может быть приводим И тогда надо отфакторизоваться Чтобы получить неприводимое представление Надо отфакторизоваться по Сингулярным векторам Сингулярные векторы Это отличные от векторов старшего веса Вектора, которые удовлетворяются Не тем же самым условиям Там также есть по один вектор Не надо будет факторизовать Конкретно Там, по-моему, даже в обычном случае Там не обязательно один вектор Там надо факторизоваться По максимальному модулю Который, значит Ну, да Ну, он там специалист сидит Ну, в общем, там же Там же, который давал в определении Здесь недавно Там надо факторизоваться По максимальному Под модулю, значит Поэтому Здесь будет как бы такая же ситуация Но вот как бы уже проспорили Значит, вот Модуль Уверма Он всегда представление Неприводимый Он либо сам по себе Либо его факторизация По пространству Порожденным сингулярными векторами Значит, теперь давайте рассмотрим Такой специальный класс представлений Который, давайте В чем мы ничего не получаем В чем мы ничего не получаем В чем мы ничего не получаем А, нет, потому что вы забыли Да, да, да Я виноват Тут еще Ну, какая-нибудь Ну-ка, да Тут тоже надо Естественно, там вся нижняя треугольная часть Как в обычных представлениях алгебра Должна действовать на старший вес Так вот Значит Следующее вот определение Это значит Скайрол Киральное представление Значит, оно определяется следующим условием Что Вот такой вот оператор G плюс минус 1 вторая Должен дополнительно занулять Дельта Q В секторе NS Ну и Старший вектор в киральном представлении Я буду обозначать здесь буквой C Чтобы подмечать, что он киральный Ну, как вчера показали ребята Это условие приведет к связи между Размерностью Да, извини Значит, это условие приведет к связи между размерностью и зарядом Значит, его можно быстро воспроизвести этот вывод Он заключается в том, чтобы рассмотреть антикоммутатор Значит, плюса И антикоммутатор Ну, с минусом Дельта Q Ц НС Вот так С одной стороны это ноль Ну, с одной стороны, значит, во-первых, это Какая разница, одна вторая или не одна вторая Ну, в смысле я же Да, да, да Да, вот здесь плюс Да, конечно Значит, с одной стороны это ноль Потому что я когда раскрываю Вот эта штука бьет сюда по определению нулем А вот эта штука зануляет Потому что это верхняя троугольная часть алгебры То есть с одной стороны это ноль С другой стороны можно воспользоваться коммунационными соотношениями И сказать, что это в моей нормировке было 2L0 минус Y0 Да Дельта Q НС Ц Следовательно Ну, так как этот вектор является собственным и для И0 и для Й0 соответствующими собственными числами Отсюда следует, что 2 дельты Это и есть заряд Аналогично там Антикеральное представление Вводится там Надо минус поставить И тогда минус будет здесь Куда ты меня начал свежать уже Так Нет, заряд не обязательно положительный Я об этом Если унитарный Если унитарный, то положительный Я сейчас вообще напишу формулу, которую я Просто мы до нее еще не дошли Это же я сейчас Не про унитарное представление, а про представление в принципе говорю Вот, когда будет унитарный Я напишу явную формулу для размерности И для зарядов Спасибо, Паш Значит, давайте теперь вот общую конструкцию введем Значит Это уже началось как бы что-то новое Значит, общая конструкция называется Скрученное представление Она заключается в общем Вот пусть у меня есть какая-то алгебра ли А, вообще произвольная Значит, у меня есть Автоморфизм этой алгебры Про И еще у меня есть Ну, векторное пространство На котором эта алгебра действует Это вот так Я буду так обозначать То есть это значит, что существует Ну, представление То есть существует Т, который значит галаморфизм Между А и операторами на В Который согласован со структурой алгебры ли Значит, если у меня Ну, вообще это может любой ввести Но я здесь алгебру ли хочу Поэтому как бы Ну да, это алгебра Давайте я напишу Ли алгебра Тогда, раз у меня есть автоморфизм То я могу рассмотреть композицию То я могу рассмотреть такое новое Как бы представление Т Которое является композицией Старого представления автоморфизма Это значит, что Я сначала как бы Когда подаю на вход Перед тем, как подать на вход Т элемент Я его прокручиваю Каким-то автоморфизмом Это мне позволяет строить кучу Ну, одно, собственно Для каждого автоморфизма Одно представление Для произвольной алгебры Ну и, собственно Это представление можно изучать Чем мы сейчас и займемся У нас как-то уже было тут сказано Обычно, когда говорят Рода внутренне Как нужно считать Это внутреннее? Внутреннее это вы сопряжение имеете? Внутреннее это вы сопряжение Ну это для группы, наверное Для алгебры Для алгебры Если нет Если это внутренний Автоморфизм для группы То это просто плетенное представление будет Поэтому это как бы Это не очень Ну да, но это то же самое Если это внутренний Но у нас как бы здесь алгебра Поэтому Поэтому я про это вообще не думал В общем, ладно У нас, собственно Как было заспойлерено Здесь целое семейство автоморфизмов Которые вообще нумеруются Целыми числами Я уже говорю не полуцелыми Потому что я зафиксировал Зафиксировал сектор И рассматриваю Род только для целых индексов Значит Что это дает? Это дает следующее Вот пусть у меня есть Модуль верма Какой-то Значит, который я буду обозначать В Он нумеруется Соответственно Конфортной размерностью И зарядом Это модуль верма Для NS-сектора Значит Для него есть представление Ну просто L-ками Вот Обычный S-vir NS На нем действует L-N Я могу эту S-vir Прокрутить с помощью Ро от любого целого числа Ро-N Это как бы тоже S-vir будет Значит Тоже NS А потом подействовать Ну как вот я до этого действовал Просто действием L-EK Вот этими Которые скручены Значит Это тоже старое представление L-N Вот И получать На том же пространстве представления На том же модуле верма Какие-то новые конструкции Какие-то новые представления Это не мой листик А где мой листик? А вот он Да, спасибо Так Что? Это не будет Моя реформация Сейчас про это поговорим Значит Нет, ну новая конструкция Я имею в виду новое представление Так-то это как бы Он как порождался старым Ну со старым и старшим вектором Так он и сейчас порождается Давайте теперь Значит Собственно перейдем К рассмотрению Унитарных Неприводимых представлений Вот в этот момент Которые все общие определения даны Надо переходить к конкретике Значит В несуперсимметричной ситуации Самое интересное представление Алгебры веросора Это представление с центральным зарядом Меньшим единицы Потому что там Если мы ищем унитарные То это только дискретная серия О чем рассказывали Вот ребята Которые рассказывали Про минимальные модели обычные Здесь аналог этой ситуации Я не могу объяснить почему Потому что я не знаю Это цель меньше трех Значит Если мы будем искать Унитарные Неприводимые представления Центральным зарядом Меньше чем три То там будет тоже Только дискретная серия Значит Ну да Ну да Ну хорошо Да ладно Это умно Значит Как там центральные заряды устроены Центральные заряды Там дискретной серии Они имеют вид 3К На К плюс 2 К хотя бы 1 Вот Значит Утверждение Для фиксированного заряда Для фиксированного К Существует Конечное число Унитарных Неприводимых представлений Старшего веса Которые Прождаются Старшим весом С конформенной размерностью Дельта Дельта ЛК И это я все еще говорю Про НС сектор В Р секторе Другие формулы будут Значит Л На Л плюс 2 Минус Ку В квадрате На 4 К плюс 2 А заряд К У соответствующего Представления Будет Ку На К плюс 2 Где Значит К Меньше чем Л И больше чем 0 Значит А К Оно начинает Продвигать От Тут Тут Значит Минус Л Минус Л плюс 2 И так далее До Что там До Л Вот так Вот так А такое первое Нерависство Л меньше Неправда К К Ну К К К Здесь Верхнее Да Поэтому Конечно Вот Да Вот Значит В конце В конце Третьей части Доклада Мы явно Построим Представление Которое Будет обладать Вот такими Вот весами И вот такими Зарядами А сейчас Пока мы просто Будем их изучать Ну Просто Строить Как-то Сложным Как-то Там Я Меньше Всего Доказывать Буду Поэтому Я Хотел Вот Доказательную Часть Пока Я Живой Рассказать Что я Хотел Да Значит То Ради Чего Мы Все Сегодня Собрались Значит Вот Давайте Рассмотрим Киральный Модуль Верма Дельта Который В секторе НС И соответственно То, что он киральный Означает, что у него Две комфортные Размерности Это заряд То есть у него здесь Дельта и два Дельта стоит Вот Соответственно Он порожден Вектором Дельта И два Дельта Утверждение Что Можно скрутить Это представление Вот по той формуле Так Чтобы Получить Внутри Этого пространства Представления Все остальные Представления Вот с такими Конформными Зарядами И с такими Размерностями И с такими Зарядами Давайте докажем Естественно От n Зависящее Я буду n Подгонять так Чтобы Из такого В таком Модуле Верма Найти Старший Вектор Для Модуля Верма Дельта Два Дельта Минус n И Перечискивать Таким Обратим Все Вот Эти Представления Разные Скрутки Дадут Да Дадут В том смысле Что нужно Фактор Брать Так 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 Дадут Представления Не модули Верма Нет Представления Это какие-то Либо модули Верма Либо модули Верма Факторизованные По этому Да 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 Но я просто Буду получать Сейчас Вектора Явно Построю Вектора Из Нижней Троугольной Части Действующей Вот это Которые Будут себя Вести Как Старшие Вектора Для Скрученного Представления Это оно И есть Но при этом Это не Сингулярные Вектора В смысле Старого Представления Там они Ну как Не выражены Мне кажется Что будет Нет Ну здесь Просто Это заполнение Таблички Катса Вот если У меня Есть Первая То я Как Начинаю Так Нет Ну так Это же Надо Просто Ну как Как Это Здесь Пафос В том Что Можно Из Одного Модуля Верма Получить Все Остальные Ну это Просто Я их Написал Так Там Они Конечно Перейдем По всем Подмодру Это Факторизм Давайте Я сейчас Просто Явным Образом Напишу Да Остается Нет Просто Ну как Это Любопытное Наблюдение Что Мы С одной Стороны Знаем С другой Стороны Они Все Содержатся В Киральном Я На это Хорошо Не Ну вам Виднее Я Ну окей Хорошо Значит А Утверждение Значит Вот Давайте Рассмотрим Такой Вот Вектор Значит Следующего Вида Значит G Минус Минус Н Плюс Одна Вторая Так Далее G Минус Минус Одной Второй Действующего На Дельта И два Дельта Вот Я утверждаю Что Если я буду Действовать На Вот Такой Вектор Представлениями Ро От Э Н Действует Элен То я буду Получать То То Он Будет Вести Как Вектор Старшего Веса Для Соответствующего Представления Что Это Значит Давайте На Другую Доску Перейду А Я Сейчас Скажу Не Не Я Сейчас Напишу Конечно Нет Ну там Я Не Род Действую А Действую Ров Который Я Подставляю Элен Что Это Значит Что Давайте Вот Такой Вектор Обозначим Временно Пси Н Значит Это Значит Что Ро Н От ЛК Действующего На Пси Н На Пси К Или На Пси Н На Пси Н Будут Равны Нулю Для К Больше Нуля И То же Самое Соответственно Для Ё Н И Для Положительных Напишу Same For Ё К И Ж Так нет Здесь это важно Что я действую Здесь не Н Катами А Ро Н От ЛК Да Тоже От Н Я Сейчас Вот Это Ро Н От ЛК Это Там Формулу Я Писал Это Надо Взять ЛК Ну Вот Значит Дальше Это Первый Пункт Второй Пункт Что Вот Этот Ро Н От Л На Пси Н Будет Давать Конформную Размерность Сейчас Я скажу Какую Л На Л Плюс 2 Минус Л Минус 2 Н В квадрате На 4 Л Плюс 2 2 Посчитать Ну Я Сейчас Посчитаю Собственно Ну Как бы Хотите Я Могу 4K Плюс 2 Только Тут Вот Так Ну Сейчас Я Напишу Это Я Просто Пока Так Это Значит А Значит Там Пси Н И Соответственно С М Фур Ют 0 А Вся Нижняя Троугольная Порождают Новый Модуль Верма Который По моим Понятиям Либо Как бы Пси Так Вот Я же Написал Вот В смысле Это Пси Да Прямо Такую Конструкцию Построю Пси Значит Так Так Что Вы Хотели Посмотреть Вы Хотели Посмотреть При Каких При Каких Л Ку Вот Эта Штука Будет Равна Двум Вот Этим Значит Сейчас Я скажу По моему Здесь Надо Взять Экстремальный Вектор Там Написывает Целая Квадратная Табличка Да Что ты Спросил Нет Я показал Что этот Вектор Является Вектором Старшего Веса Относительно Представления Ро Н От Л Да И что Ну Тогда Но Он Не Сингулярный Понимаешь Если Был Сингулярный Было Верно То Что Я Сюда Л К Пишу И он Был Нулем Вот Это Был Был Сингулярный Вектор А тут Я Другое Представление Смотрю Называется Старший Вектор Для Нового Представления Других 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 Нет Я Сейчас Напишу Так Чуть Вы Хотели А Да Значит Вот Эти Конформные Размерности Это Конформные Размерности Для Короче Киральные Это Л Равно Ку Ну В этом Легко Убедиться Потому Что Если Я Сюда Л Равно Ку Подставлю Вот Здесь Сократится Одна Л И Останется 2 Л На 4 К Плюс 2 А Здесь Останется Собственно Л На К Плюс 2 Вот Поэтому Это Одно Будет Два Другого Значит Да Одно Будет Два Другого Значит Проверка Вот Этого Всего Она Там Ну Занимает Вот Здесь Пол Странички Я Потом Скину Можете Почитать Но Давайте Что Ни Докажем Чтобы Я Просто Неголословно Тут Есть Какая Идея Почему Нужна Так Все Анзац Нет Ну Как Это Ну Я Не знаю Это Все Как-то Не знаю Нет Ну Ну Нет Ну Тристованные Терри И Там И Все Они Тоже Спрягаются Так И Действия Буквально Так Было Было Более Довлетворение Оно Есть Правильно Это Есть Но Смотри Тристованные 0 И Трисованный Вакуум Вот Эти Ец Компинент И Сокращаются И Глав Дажды Да А нам Говорят Да Нет Нет В чем предмет дискуссии, я не очень понял. Это первое представление, да? Второе представление это Т от Рот. А второе представление это Твистово. Да. Твистовать можно сам Х, а можно твистовать вот здесь. Вот предположим, у меня есть оператор Ро со шляпкой, который действует на В. Не, не, твистуется Твикс, конечно, здесь не В. Да, правильно. Но представьте себе, что Т от Х Ро, это вот Твистово на Х, равняется Ро со шляпкой Т от Х Ро в минус первую. Значит, что они просто эквиваленты? То, что Леша говорит, это вот такая ситуация. Не, я не согласен. Ну, в смысле, комфортные разные другие. Вот, я о том и говорю. Если бы было так, вот это новое представление, было бы эквивалентно старое. Да. В частности, вот действие на Дельта, да? Ну, было бы, собственно, числа были бы те же самые. Да, Твистово на Х, да? Было бы тогда Е в степени, ой, Е в степени, просто шляпкой Т. А, да, на этот самый, на тоже, на новое. Она была бы такой же, как на старой. Не, ну, сейчас, извините, но у нас уже. А он, как раз у родной этажа, мы хотим, это, конечно, эквивалентное представление, но относительно тестованное, а мы хотим, как на старое. Поэтому, возможно, не сдвинемся. Улык, это нет, это просто вопрос про то, что, подожди, вы имеете в виду, что, как бы, вы хотите тестовать и здесь, и здесь, и они компенсируются, значит. Ну, у меня, что говорится, новый, получается, и старого, дети, некоторого оператора, где в степени. Нет, это вопрос про пассивный и активный. Это не тестованный. Да. Тестованный, кстати, то же самое. Это размерность сменится. Это просто... Не эквивалентный, ну, за счет умножения. Я что-то не знаю. Нет, это аналог сейчас дискуссии. Это дискуссия про то, что вот если мы возьмем там вектор, подействуем на него, как бы, можем подействовать оператором, а можем базис сменить. Вот вы, значит, говорите, что останутся те же самые размерности, если мы, типа, условно, базис сменим. А, как бы, мы, на самом деле, не базис сменяем, мы действуем активным оператором. Это активное преобразование. То есть мы твистуем. Вы сейчас все напишите. Я хочу сказать просто-таки. Если вот это, это то, что мы называем твистованный пассивный. Да. Все правильно. Да. Это новое представление для нашей алгебрии. Да. Но если я могу это так же писать, то оно не новое, оно эквивалент по старому. Нет, я понимаю, да. Значит, вот в этом случае, поскольку мы видим, что размер изменяется как результат вычисления. Они неэквивалентны. А? Они неэквивалентны. Значит, вот такой формы нет. Но нам подавали, что есть. Значит, неправильно подавали. А кто подавал-то? Да я подавал, но у нас не подавали. Пошел к времени прошло. Чем меньше часа. Ну, дай бог успеем. Ну, никто же не зарубится. Так, ладно. Так, продолжим. Значит, получится вот такая комфортная размерность. Ну, заряд из нее, получается, соответственно, значит, надо взять... Ну, здесь же что я сделаю? Если я был L, я L сместил на 2N. Значит, заряд будет L минус 2N на 2Q. На К плюс 2, да? Значит, ну и Q. Вот так. Значит, давайте проверим по одной формуле для каждого. Для G, потому что они самые интересные. А для L это как бы в виде домашнего задания будет. Ну, или я скину, потом кто-нибудь почитает. Наверное. Значит, давайте действовать. Значит, во-первых, верно следующее. Значит, что... Ну, да. Ну, да, ну, да. Сейчас, сейчас, сейчас я... Давайте, во-первых, такой вот, как LEMMA. Значит, я беру обычный LK. Обычный LK. И действую им на... Ой, нет, это я не то начал. Сейчас. Вот, да, давайте проверим, во-первых, совершенство относительно G минус R. То есть я вот такой вот штукой G минус R действую на... Ну, соответственно, скрученным. Значит, G минус R плюс N действую на вот эту вот всю комбинацию. G минус R минус N плюс 1 вторая и так далее. G минус минус 1 вторая на дельта 2 дельта. Так, да. Значит, ну, смотрите. Во-первых, у меня G минусы все антикоммутируют. Поэтому я могу тупо протащить вот этого. Если у меня R достаточно большое, больше, чем N, то я могу просто протащить вот эту вот штуку сюда и обнулить, потому что это действие положительного оператора из верхней треугольной части на вакуум. Если у меня R не слишком большое, то вот здесь встречается комбинация, которая такая же, как вот здесь. Ну, если R там отрицательный какой-нибудь. Значит, тогда у меня встретятся два друга вида G минус N плюс R пополам с минусом. G минус N плюс R пополам. Ну, а так как G – это фермионный оператор, они антикоммутируют, то это 0. Это понятно, да? Вот, это 0. Значит, это вам проверили старшинство относительно G, R плюс N. Давайте проверим старшинство относительно плюса, когда я вот сюда плюс поставлю. G плюс, R плюс N. Мне кажется, там мы хотели записать, например, R плюс N, а я просто хотела сказать, что это убивается всеми G, начиная… Да, это вообще всеми G убивается. Просто, ну, сейчас, 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 я скажу точно. Это именно темы, которые подкручены, как бы у вас… G минус R минус N, потому что… Сдвинуться на 1. Вот эта штука, вот точное утверждение, что вот эта штука – это Rho N от G минус R. Все, оно убивается. Вот. Значит, вот, вот, там, там минус-то, я вот, правда. Значит… Что? Гоу, ЛК. Ну, на 40 есть. ЛК вроде уже сказали… Нет, ЛК я сказал, что там посмотрите сами, а вот я даже докажу страшностю. Значит… Ну, здесь еще то же самое работает, просто так как это отрицательно, он либо протаскивается и пропадает, либо в какой-нибудь вот здесь ударяется и пропадает, потому что два одинаковых встречаются. Вот здесь чуть хитрее. Значит… Ну, да. Ну, в смысле, нет, во-первых, здесь просто плюс, здесь коммутаторы нетривиальные будут какие-то. Ну, да, это тоже. Вот, значит… А… Так далее, G минус, минус одна вторая, значит, дельта, два дельта. Ну, здесь что? Здесь, значит, давайте возьмем, например, вот первые вот эти первых чуваков переставим по коммутационным соотношениям. Тогда получим, например, такую вот штуку, что вот это то же самое, что антикоммутатор G плюс R плюс N G минус минус N плюс одна вторая минус G минус минус N плюс одна вторая G плюс R плюс N. Вот эта штука, она содержит в себе L. Ну, просто потому, что это на самом деле… Вот этот, вот этот вещь, это… Давайте, значит, вот такой вот случай рассмотрим. Сейчас, сейчас, сейчас. Да, ну, просто, собственно, здесь R плюс одна вторая вот в этой записи, оно больше, чем единица, потому что мы смотрим на зануление верхней треугольной частью. Ну, это то же самое, что R плюс N минус N плюс одна вторая. А вот эта штука, это то, что… Вот этот индекс, это аргумент L и U, который появится вот здесь. Значит, ну, потому что вот этот коммутатор, вот этот антикоммутатор, он будет содержать в себе вот два L R плюс N минус N плюс одна вторая плюс там U с таким же R плюс одна вторая, которые, ну, там вот, до этого у меня в доказательстве было показано, но мы как бы показали, мы верим в то, что вот такие верхние треугольные части зануляют этот вектор. Поэтому это тоже ноль. Вот. Ну, и дальше мы так проносим, и все то же самое делаем. В какой-то момент он либо убивается об один из этих, либо достигает вакуума. Поэтому это ноль. Ну, честно, большое доказательство можете у меня посмотреть. Значит, ну, собственно, наверное, сколько времени прошло? Еще раз 17 минут. Ну, в общем, давайте то, что это собственный собственный вектор для скрученного Y0 и для скрученного Y0 тоже я там скину просто, посмотрите, потому что это, ну, не очень это, не очень интересно за этим следить. А мы, собственно, получили что? Как бы утверждение, ради которого мы все собрались, то, что у меня в модуле вермакеральном содержится на самом деле все представления старшего веса. Ну, в смысле, все вектора всех представлений старшего веса. Старшие. Вот. Ну, это просто вот по такой конструкции, которую я только что стер. Хорошо. То есть мы поняли, что с помощью спектрального потока можно строить из керально-примарного представления любые представления старшего веса унитарные неприводимые. Теперь давайте про конкретную реализацию поговорим, как можно было бы эти представления реализовать в физических теориях. Сейчас будет очень ликбез, короткий, про то, как строятся самые интересные представления алгебры Верасура для дискретной серии. Значит, вот эта третья часть доклада началась. Первая, значит, афинная алгебра Кацамуди. Значит, вот пусть есть G, это алгебра Ли. Тогда я хочу определить, ну, F, А, В, С, Д, это структурные константы этой алгебры. Я хочу определить следующую алгебру, ну и вот еще вот множество вот такой вот, ЙОД, А, это базис в алгебре. Я хочу определить теперь алгебру по следующей формуле, такой вот ее коммутатор, ЙОД, Н, А, ЙОД, М, Б, это есть И, Ф, А, Б, С, А, на ЙОД, С, М плюс Н. И теперь мне надо подсмотреть, кого, собственно, да. Сейчас, прошу. Сейчас, я еще не дописал, секундочку. Нормальное построение этой штуки заключается в том, чтобы взять, ну, нормальное математическое построение этого друга, это надо взять алгебру Ли-Ж, тендерно умножить ее на полиномы Лорана, а С, ну, это поставить номера, то же самое, да. Кстати, вот здесь номера, вот эти Н и М, они из целых чисел, конечно. Ну, а вот эти индексы верхние, это индексы алгебры старые. Вот, надо взять алгебру Ли, умножить ее тендерно на полиномы Лорана, потом центрально расширить одним образом, потом правильно расширить другим образом. Но во всех физических книжках пишут вот так, и не парятся. Что? Дельта АВ, да, да, да. Про скалерное предвидение не хочу сейчас говорить. Это афинная алгебра Кацамуди. Надо, наверное, сказать, что это все, афинная алгебра. Ну, в смысле, что если у меня же была полупростая, то существую здесь... Ну, да. Форма инвариантная относительно присоединенного представления. Ну, я просто... Я не хочу про это все говорить, потому что, ну, сейчас... это что? Я не слышу, просто спросите, что ли? Надо написать, что там, когда мы... Почему? Потому что у тебя там написано... Действительно. Да, 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 я напишу сейчас, да, вот. Ортонормальный. Да, хорошо, это правда. Что значит расшириться не в расширении другим образом, которые... Когда математики заводят, здесь как бы... Вот эта конструкция, вот эта конструкция, она называется афинная алгебра G, кажется, на уровне K, где K – это вот эта буква. Да, но когда математики этим занимаются, они... Что? Когда математики этим занимаются, они расширяют еще раз, добавляют букву, которая считает K как, значит, уровень представления. То есть они говорят, значит, алгебра на уровне, они говорят представление алгебры на уровне. Это просто очень удобно там во всяких приложениях, но вот физики делают так. Ну, это в бомбейских лексах, написано, можно потом почитать. Значит, да, хорошо, значит, установили. Вот это значит G, K – афинная алгебра. Ну, по поводу того, что здесь должна быть там инвариантное относительно присоединенного действия линейная форма, это, конечно, правда, но я просто сейчас этим нигде пользоваться не буду, но не буду об этом говорить, поэтому... Приехали. Значит, только два. А, давайте я еще напишу сразу, вот здесь еще, пока я не забыл, что это такое в терминах полей. В терминах полей это значит, что у меня в теории есть какая-нибудь там, значит, симметрия относительно, с токами вот такого вида. Значит, ута от z, которые удовлетворяют... А, это все еще значок алгебры, значит, они удовлетворяют такому вот ОПЕ. Значит, К дельта АВ Z минус W в квадрате плюс и F АВ С ее С от W на Z минус W. Вот так. Вот. Ну, это, собственно, аналог У1-токов, только такое для произвольной алгебры. Мы будем, на самом деле, распаривать только У1 и СУ2, поэтому, как бы, УДТФ... Ну, в общем, ладно. Это было первое определение, значит, второе определение конструкции Сугавары. Ну, пусть у меня есть алгебра Ли-Ж снова и есть H ее под алгебра. На, рано начал. Рано виноват. Все, это не то. Значит, вот Ж, значит, это алгебра Ли. Тогда можно рассмотреть... Давайте даже давайте, давайте, что я парюсь-то. Вот так. ЖК это, значит, алгебра Ка-Ц-Муди. Тогда можно рассмотреть построение генераторов, которые удовлетворяют алгебру Ли-Расора через представление афинной алгебры Ка-Ц-Муди. Формула такая. Давайте я распишу, чтобы не это... Сейчас я поясню здесь все значки. 2К плюс СЖ вот этот С. Пусть С будет. Значит, а здесь сумма по М в целом нормальное упорядочение ЙАМ ЙАМ-Н. Вот так. Значит, утверждается, что построенные таким образом генераторы алгебры... Ну, если нормальное упорядочение расписать, я его не определял нигде, давайте я не распишу. 1 на 2К плюс СЖ. Значит, это сумма по М меньше, чем единица, минус единица. ЙАМ ЙА Н-М. Правильно, правильно? Сейчас. тут, кстати, тут, кстати, Н-М стояло. Н-М. Вот так. Значит, плюс сумма по М больше, чем минус 1. Где их надо переставить? ЙА Н-М ЙАМ. Вот так. Значит, кто такая здесь СЖ? Значит, у нас в алгебре или есть вот эти структурные константы, если так определять по-рабоче-крестьянски, то вот этот СЖ это то, что получится, если свернуть две структурные константы по двум индексам. Вот по такому правилу. Значит, ФБАЦ, ФБЦД равно минус 2 вот этот СЖ дельта АВ. Вот. Это называется дуальное число как сетра. Утверждается, что вот такие вот вот так построенные генераторы ЛН будут коммутировать так, как и Рассура. С каким центральным зарядом? Значит, когда у нас в этом в алгебре Рассура есть собственное значение центрального заряда. Здесь центральный заряд будет К умножить на размерность алгебры поделить на К плюс СЖ. По-моему, так. Вот. Это тот центральный заряд, с которым они будут коммутировать ЛН. Значит, чему отвечает такое построение в терминах тензора энергии импульса? Значит, это отвечает тому, что мы берем тензор энергии импульса вот в таком вот виде. Значит, нормальное упроизвращение ЙОА от З ЙОА от З, где по А подразумевается суммирование. Сейчас я еще только проверю коэффициент, там коэффициент есть умножить на К размерность алгебра 1 на 2 К плюс ЦЖ. Ну, собственно, вот если мы, например, теперь в качестве алгебры ЛИ возьмем алгебру О1, ну, просто вещественные числа, то там вот по этому определению ЦЖ равно 0, значит, У1, ЦЖ равно 0, Дим Ж равно 1, значит, мы знаем, что это, что в этом случае ЙОД, это просто алгебра для свободного, ЙОД это просто ток свободного бозона, и как раз получается, что вот эта вот формула, она вырождается в одна вторая нормальное произведение ИДФИ умножить на ИДФИ ровно на тензор энергии импульса свободного бозона. Это такое вот неабилевое обобщение этой конструкции. Так, здесь вроде все сказал. А, если, значит, про унитарность. Во-первых, мы здесь пор... Что? А, К тоже равен. Да, да, да. К равен единиц. Нет, на самом деле просто если... Давайте я просто это напишу. Значит, если я возьму У1 афинную на уровне К, то она всегда будет изоморфна У1 на первом уровне, она же изоморфна просто на осцилляторной алгебре. Ну, потому что вот из этого видно, что вот это ноль, а это коммуникационные соотношения, ну, индексы вот эти пропадают, а вот это коммуникационные соотношения для осцилляторной алгебры. Поэтому они все как между собой изоморфны. Вот. Ну, и здесь уровень просто действительно пропадает, потому что вот это ноль, вот это 1К сокращается. Значит. Ну, да, 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 ну, да, но не хочу я про это думать. Значит, что я хочу... А, вот про унитарность. Здесь, ну, как бы я нигде не пишу значки там, представления от чего-то, значит, но здесь подразумеваю... Что? Что? Вот сейчас я скажу. Значит, мы же вот здесь на самом деле как бы воспользовались представлением афинной алгебры Кацамуди. Вот эти буквы йода – это представление на каком-то пространстве. В этот момент, как бы, вот я говорю, что если представление на этом пространстве исходной афинной алгебры Кацамуди было унитарным, то тогда вот такое представление алгебра Верастора тоже будет унитарным. Значит, когда вот афин... Ну, здесь необходимые условия как минимум для унитарности афинной алгебры Кацамуди, оно говорит о том, что Ка должно быть целым отрицательным индексом. Во всяком случае, в тех теориях, которые мы сегодня будем рассматривать. Вопросы есть какие-то? У вас просто лицо недовольное сейчас было. Это моя обычная лицо. Хорошо, ладно. так вот, это как бы необходимые условия унитарности. То есть мы как бы стартовали с унитарного представления афинной алгебры Кацамуди, конструкции Сугавары построили унитарное представление для алгебры Верастора, и унитарность одного следует за унитарности другого. до будущего. Так, теперь следующее построение. Гребочку я спрятал уже, да, куда-то? На счастлив. Если что, чуть-чуть задержимся. Вряд ли вы меня хотите еще послезавтра терпеть это. Так. Значит, конструкция каково? Значит, это Годдард, Кент, Олив. Констракшн. Она же Кассет. Пусть у меня есть алгебра Ли-Ж снова, и у нее есть под алгебра H. Значит, я могу построить конструкцию Сугавары для алгебры Ли-Ж, могу построить конструкцию Сугавары для алгебры Ли-Ж. Вообще говоря, уже и H разные числа как Сентра, разная размерность. В связи с этим я могу написать цепочку таких вот равенств. Вот такая сейчас будет мотивация. Давайте рассмотрим ОПЕ. Значит, Т, посчитанного по алгебрели Сугавары для алгебры Ли-Ж. Собственно, вот формула, которая вот там внизу. Значит, С-Ю-Д. А, посчитанный по алгебре Ли-Ж. Ну, на самом деле, это я просто взял Й-Д, который лежит вот там же у меня, вот этот базис, я его могу выбрать так, чтобы у меня какая-то часть элементов была в А, какая-то часть элементов была в Не-Ж. Ну, в Ж. Поэтому, на самом деле, вот эта штука, она удовлетворяет тому же вот ОПЕ самому, что значит и, если бы я написал здесь Ж. То есть, ТЖ, ТЖ, Й-АЖ. Ну, вот это кто такой? Вот это, это Й-Б в точке W, ну, вот здесь Z, здесь W, деленное на Z-W в квадрате, плюс производное. Д, Й-B, W, Z-W, вот так, плюс регулярная часть. Ну, а здесь будет, и вот здесь в токе посчитаны, я беру генераторы из, под алгебра, H. Сейчас я напишу то же самое, только, ну, как бы для генераторов из Ж. Значит, это будет то же самое, просто Й-АЖ. Ой, нет, давайте я не так сделаю, давайте я вот здесь снова, вот так вот, все. Значит, я снова возьму здесь генератор под алгеброй H, а здесь возьму тензор энергии импульса, посчитанный под алгеброй H. Вот так. Ну, вот эта часть будет точно такой же. Это Й-АЖ, здесь, кстати, индекса, и здесь индекса, Й-АЖ, Z-W в квадрате плюс Д-Ю-АЖ Z-W плюс регулярная часть. Теперь я могу одну из другого вычесть. И так как вот эти куски одинаковые, всем понятно, почему эти куски одинаковые, или как-то это надо пояснить. Ну, они одинаковые по тривиальной причине, потому что я беру просто вот здесь в качестве Й-АЖ кусок всей алгебры. Ну, в смысле, вот генератор, который просто является генератором H, но не входит в G. Поэтому как бы вот эта формула, это аналог той же формулы, что если бы я написал G сюда. Как бы это одно и то же. Ну, а здесь это просто определение. Значит, я их вычитаю друг из друга, получаю регулярное, ну, что-то регулярное. Тогда я могу сказать смело, что T посчитанный по G минус T посчитанный по H с J посчитанный по H это что-то регулярное. Но тогда я могу сказать отсюда моментально, что T G минус T H с T H это тоже что-то регулярное. Ну, потому что T H строится как нормальное упорядочение произведения двух H. Значит, из-за этого я делаю моментальное заключение, что А, ну давайте теперь вот на этом остановимся пока что. Я напишу еще вот такое соображение. Значит, начинаю писать тождественное равенство. T G это T G минус T H плюс T H согласны, да? Значит, вот это вот я здесь веду определение T G фактор по H плюс T H T G фактор по H это есть T G минус T H Таким образом, мы с вами только что показали, что вот эта штука это просто что T G H T H это что-то регулярное Давайте теперь посмотрим на УПЕ T G по H T G по H T G по H T G по H ну распишу, например, это T G по H на T G минус T H сейчас я буду писать равенство с точностью до регулярных частей в смысле УПЕ вот эта штука регулярная так что это на самом деле то же самое что T G по H да, T G по H на T G значит, с другой стороны я теперь снова могу как бы написать что вот эта штука это T G T G минус T H T G вот так значит, а что такое T G T G это T G по H плюс T H раскрываю скобочки вот это вдруг регулярен поэтому я получаю что вот это это T G T G минус T H T H но начал-то я с рассмотрения ОПЕ для тензора энергии импульса вот этого G по H фактор фактор теории значит, тогда как вот в этой фактор теории определяемой вот таким вот тензором энергии импульса будет устроен центральный заряд значит, вот центральный заряд будет устроен G по H это надо взять центральный заряд по считанной по G и вычесть центральный заряд по считанной по H вот значит теперь давайте это как бы была такая физическая мотивация теперь давайте я скажу строго утверждения значит, что это значит в терминах теории представлений значит в терминах теории представлений это означает следующее как построить вот еще один способ построить представление алгебры Верасура возьми мол ln посчитанный по g и вычти из этого ln посчитанный по h ну потому что я же здесь фактически вычитаю значит вот tg фактор по h это значит разность t значит все моды тоже вычитаются значит соответственно и l вычитаются и обзори это l g по h n вот эти l g по h n будут коммутировать как алгебра виросура с центральным зарядом являющимся разностью центрального заряда по g и по h кроме того будет верно следующее что ln g по h коммутирует с lk по h сейчас соображу могу вниз вот это вниз хорошо еще ниже так вот да значит а тут тут да значит что я писал то я писал что вот эти друзья они коммутируют это выражается в том что у п е т g по h на т h это регулярная часть таким образом мы умеем строить если мы знали если у нас есть алгебра лиiste под алгебра h алгебра ли GGS под алгеброй Лиаш, мы умеем строить еще одно представление алгебры Верасора вот по такой формуле. Давайте я еще раз проговорю всю цепочку. Мы начали с афинных алгебр Кацамуди, построили с помощью ее представления афинных алгебр, представления алгебры Верасора, а потом еще и начали их вычитать друг из друга. Получили новое представление алгебры Верасора. Вот. Вот это утверждение, оно на самом деле очень важное, потому что оно говорит вот что. Вот пусть у меня было бы какое-то представление старшего веса, ну не какое-то, а представление старшего веса, посчитанное по G. Конструкция суговора для G. Вот это RG. Ну он же там модуль, ну вот. Представление со старшим вектором, у которого есть конформная размерность, собственное число для L0, посчитанное по G. Понятно, что я сказал? Вот. То, что коммутирует фактор теория, генераторы фактор теории с генераторами теории под алгебры, говорит о том, что вот это вот RG на самом деле является прямой суммой тензорных произведений RG-фактор PH с RH. Вот эти, друзья, зависят от каких-то, значит, конформных размерностей. Какой тензор-фактор? Да, как разность. Вот. Значит, а здесь какие-то суммы по дельта-1 и дельта-2. Значит, вот коммутативность LN, ну вот, генератор фактор теории с генераторами теории под алгебры, говорит вот это. Значит, здесь большой вопрос, по каким индексам бегают вот эти размерности вот в этой сумме. Значит, ответить на этот вопрос можно только посчитав характер и представление и выведя аналогичную формулу для характеров. Потому что если я сейчас из всего этого возьму характер, то у меня слева получится характер G, ну, от какого-то элемента там. Ну, короче, от какого-то элемента. А справа получится сумма по какому-то множеству, которые там дельта-1 и дельта-2 номеруют, а здесь произведение характеров. Характер для фактора теории G по H от этого же самого элемента умножить на характер H от этого же самого элемента. И вот если мы такую формулу сумеем доказать, мы поймем, какие вот эти друзья пробегают значения. Вот. Значит, теперь давайте... Сколько места? Осталось 3 с половиной минуты? Три с половиной. Ну, хреново, чего? Ну, давайте чуть-чуть задержимся, я ускорюсь. Я сейчас хотел быстро показать, как здесь получаются обычные минимальные модели. Ну, просто дискретная серия для обычной виросоры. Кассет строится для того, чтобы построить унитарные непроводимые представления для C меньше единицы. Значит, ну, на самом деле для кучи всего еще. Кассет – это вообще такая великая вещь. Сразу тогда для N2 минимальных моделей запишем. Ну, давайте про фермионы тогда сразу. Значит, для парфермионов даже можно это скрипнуть. Значит, как вообще физики записывают вот эти... Ну, вот такая вот символическая запись. Ну, ладно, приехали. Значит, что я хотел. Давайте рассмотрим такой вот фактор. Значит, возьмем в качестве алгебры Ли-Ж. СУ2, а в качестве ее под алгебрю О1. Тогда я хочу рассмотреть такой вот фактор. Ну, фактор теории, собственно. СУ2 на уровне К, афинную, на У1, афинную, на уровне 1. Вот. Значит, давайте посчитаем ее сначала центральный заряд. Ну, я тут еще не проговорил, но всем очевидно, что фактор теории и конформные размерности тоже вычитаются. Ну, то есть, конформная размерность старшего вектора, фактор теории – это конформная размерность Ж минус конформная размерность ВАШ. Просто потому, что там L0 вычитается, и поэтому у них собственные числа вычитаются. Вот. Ну, давайте. Значит, ВСУ2 чего? Размерность 3. Дуальное число как центр, не буду считать 2. Ну, К – это К. Значит, ВУ1 писал. Тогда С, центральный заряд СУ2 по У1, это есть ССУ2 минус СУ1, который всегда единица, потому что это всегда свободный бозон. А С от СУ2, соответственно, надо поставить 3К на К плюс 2. То есть, это будет 3К на К плюс 2 минус 1. Вот. Это, значит, центральный заряд. Теперь, значит, размерность. Размерность, опять же, получается просто тупо вычитанием, поэтому я их напишу. Значит, Δ и Lm, они зависят от двух букв, на которые я сейчас напишу ограничения. То есть, мы снова зафиксировали центральный заряд, мы снова зафиксировали букву К. Рассматриваем, как бы зафиксировали центральный заряд. Значит, здесь формула такая. Это L на L плюс 2, ну что там, на 4К плюс 2 минус M в квадрате на 4К в квадрате. А M меньше, чем L по модулю. Но, значит, как, значит, говорится, у нас в теории есть какое-то число примарных полей. Это то же самое, что в терминной теории представлений при фиксированном центральном заряде у нас есть конечное какое-то число неприводимых унитарных представлений. Значит, вот эти примарные поля, я их буду обозначать F, L, M, они по оператору соответствуют вот этим самым векторам старшего веса. значит, дальше я отождествляю здесь F, L, F, K минус L. Ну, вот так вот тут. F, K минус L и K вот так. Предложу вот такое отождествление. Это значит, что, ну, вот эта формула, наверное, только для модуля M меньше, чем L. Это значит, что если я захочу посчитать конформную размерность, когда модуль M больше, чем M, мне надо просто вот этим отражением воспользоваться. Ну, это такая частая тема, когда там в этих, в табличке КАЦА, там верхняя диагональ и нижняя, они совпадают по размерности. Так, что еще важно? Вот это условия. А, ну, L здесь снова, как обычно, от нуля до L меньше, чем K. Вот эти условия, они берутся вот из этих branching rules, я не сказал, как это называется, значит, что вот теперь, если я буду раскладывать одно представление по другому, ну, представление веросоры, получаемое из афинной SU2 по фактору представлению и по представлению O1, то получится, что вот эти вот вот эти вот индексы, ну, эти комфортные размерности пробегают по числам, которые отвечают вот такому ограничению на ML. Это как бы сложно доказывать, это надо считать вот характеры представления. Значит, что с точки зрения физики в этой теории происходит? С точки зрения физики в этой теории происходит следующее. У нас есть два фермиона, прямой, обычный и комплексно сопряженный. Так, я тряпочку потерял. Теория-то уже М2. Нет, теория-то пока пара фермионы. Сейчас, но это там одно другого отличается прибавлением бозона. Я потерял тряпку, у меня сейчас начнется паника. Ну, ладно. По-моему, я буду до стяжки, а с правой стороны. Действительно, спасибо, Паша. Так, что происходит с точки зрения физики? С точки зрения физики у нас есть два фермиона, которые обозначаются обычно Пси-1 от Z и Пси-1 с крестом от Z. Значит, они удовлетворяют некоторому ОПЕ, который я сейчас напишу. А именно Пси-1 от Z Пси-1 крест от W это есть 1 на Z-W в степени 2K-1 на K. Оно здесь немножко сложное. 2K-1. Давайте сейчас мне тут осталось 10 минут буквально, может, 15. КЦ. Вчера раньше закончили, но чуть-чуть затем... Значит... Чего? 10-15 минут с коэффициентом B с коэффициентом E. Средним. Значит, хорошо. Так, чуть-чуть, чуть-чуть. TK Z-W. Здесь та же самая размерность, только на двойку меньше. K-1 на K минус 2. Тогда, значит, размерность вот этих фермионов для Эльтопси... Ну, естественно, я сейчас про голоморфный сектор говорю, там есть еще голоморфный кусок, но я просто как бы достаточно голоморфно рассматриваю. Значит, это 1-1 на K ну, K это то, что номерует там центральный заряд, оно хотя бы 1. Даже я бы сказал, что больше, чем 1. Ну, больше, чем 1. Вот. Да. Значит, с точки зрения вот тех полей примарных, которые я вот здесь написал, вот это вот поле Psi 1, это F2.0, по-моему. F наоборот, F0.2. Вот. Что? У тебя в теории... Смотри. При фиксированном центральном заряде существует конечное число неприводимых унитарных представлений, которые нумеруются буквами L и M, которые пробегают вот по такому индексу, по такому множеству. Вот эти Psi по оператору стейс-соответствию отвечают одному из этих самых старших весов. Но там есть еще куча других. Я вот просто сейчас говорю, что вот это вот Psi, это то, что там было обозначено F0.2. F2.0, если модуля отменьшила? Нет, потому что это как раз вот... Я вот на эту формулу смотрю, я их отождествляю. Вот. Значит, хорошо. Все, теперь давайте конструкцию N2. Это, кстати, ровно то же самое, что у нас было в прошлый раз для оттока в F2. Точно такой же соотношение, точно такой же УПИ. Правда? Ну, видимо. Блок. Ну, видимо. Давайте. А вот там УВЕ, там как бы вторая степень, а после нее первый член. Там все остальное право регулярно, я забыл написать. Там заканчивость в виде. Ну, это размерность. Это такая хитрая размерность у поля Psi. Да, по-друге. Значит, теперь давайте конструкцию для суперсимметричных, для представления суперсимметричных. Суперконформной алгебры. Значит, прочитается, что представление суперконформной алгебры получается из представлений вот этой, ну, значит, из представлений построенного по кассет конструкции такого прибавления свободного базона. Значит, ну, это значит, что это? Это значит, что надо взять вот это вот СУ2 на уровне К, деленное на У1, на уровне 1, и прибавить к этому, ну, тендерно перемножить, к этому У1, ну, на любом уровне, это не важно там. Вот. Это значит добавление свободного базона. Давайте посмотрим сразу, что с точки зрения центрального заряда получается то, что надо. Центральный заряд был для парафермионов 3К на К плюс 2 минус 1, и свободный базон прибавляет 1. То есть это 3К на К плюс 2. По факту мы здесь из пустого в порожнее перелили, потому что мы отфакторизовались, а потом добавили. Но в момент факторизации что? Чиселка правильная. Ну, чиселка правильная. Но здесь что важно, что это как бы нельзя сократить, потому что в момент факторизации мы заработали branching rules, множество индексов, по которым бегает размерность. Это очень важно. То есть на это нельзя сократить. Я не могу сказать, что у меня просто представление суперконформной алгебры это представление СУ2, потому что там есть индексы. Но это факторизуешь, там для считания, когда ты там заранимножаешь, как-то независимо. Ты действуешь второй базой. Это тоже. Нет, ну просто там можно было бы, например, сразу строить, можно было бы сразу строить кодсет СУ2 на уровне К, тензор на У1. Ну, здесь надо написать прямую сумму. Вот я прямым образом складываю алгебры, прямую сумму У1 на уровне 1 и поделить это, по-моему, на СУ2 на уровне К плюс 1. По-моему, так. И это получилось бы, ну это получилось бы тоже представление суперконформной алгебры. То есть здесь как бы в некотором смысле можно вот эту штуку сюда занести, но сокращать нельзя, потому что в процессе сокращения мы зарабатываем вот эти разложения, которые я стер уже. Ну просто, когда я сам эту тему изучал, меня очень волновало, откуда берутся вот эти вот ограничения на вот эти вот ограничения, потому что просто конструкция Годдерда Кента Олива, она говорит о том, что они вычитаются. Но вот этих чисел она не дает, а числа дают вот те вот соотношения, которые я уже стер на разложение. ГКО априори дает унитарное, если наверху стояло унитарное и внизу стояло унитарное. Вопрос в том, как вот эти числа подставлять. Конечно, если я возьму, например, слишком большое, у меня получится где-то отрицательная и унитарная размерность и получится одна не унитарная теория. Но строгие ограничения получаются вот из правил разложения того, что я факторизую в фактора плюс то, что факторизовывается. Вот. Так, добавили свободный бозон к парафермионам. Значит, когда у нас тензорно перемножаются теории, примарные поля просто перемножаются. Поэтому можно сказать, что все примарные поля в минимальном представлении суперконформной алгебры или то же самое, что старшие веса для суперконформной алгебры нумеруются вот такими L и M и они получаются умножением примарных полей таких на E в степени и альфа M на Фи. Вот это нормальный упорядочник, конечно. Это вертексный оператор для свободного бозона. Значит, ну, на самом деле можно здесь не писать нормальный упорядочник, и тогда я здесь имею в виду гламорфную часть вертексного оператора, потому что вертексный оператор это E в степени гламорфной части свободного бозона умножить на E в степени кусок антигламорфной части свободного бозона. Вот. Это ответ. Значит, что вот примарные поля или по оператору стоит соответствующий вектора старшего веса имеют вот такой вид. Теперь давайте вот последнее заключение, просто чтобы насладиться вот этим, посмотрим, а как вот у нас строится G, которые в самом начале были. Вот эти вот G от Z. G от Z, ну, плюс-минус, это же были примарные поля теории. Они должны, значит, тоже иметь такой вид. Значит, ну, я утверждаю, что ответ такой. Значит, что G от Z это корень из 2К на К плюс 2 Пси 1 Е в степени и корень из К на К плюс 2 Фи. Сейчас давайте я это проверю. Да, и К плюс 2 на К. Вот здесь. А сопряженный, но это плюс. А сопряженный G минус от Z это корень из того же самого Пси 1 даггер Е в степени минус и умножить на то же самое. Вот. Давайте это быстро проверим. Как это можно проверить? Мы там в самом начале писали ОПЕ для... Вообще, все вот эти вот альфа М, они устанавливаются по следующему закону. Значит, по определению просто так получается, что любой примарный оператор суперконформной теории локален с G. Это значит, что VLM на G оно должно быть типа О большим от Z минус W в минус 1. Вот так. Значит, вот это вот утверждение это в NS секторе. В NS секторе. Оно однозначно восстанавливает вот эти вот альфы. В R секторе они должны быть полулокальны, как в самом начале там уже было проспойлерено, что в L на G здесь плюс-минус, плюс-минус должно быть O от 1 на корень из Z минус W. Это R сектор. Вот. То есть, мы должны сократить вот этот коэффициент при минус второй степени, да, и получить в корне одинаковое. Насколько я понимаю, нет, потому что, например, G плюс на G минус, там будет коэффициент при минус второй степени. Важно, чтобы самый старший был хотя бы такой. Вот. Значит, давайте просто быстро проверим, это вообще молниеносно делается. Если посмотреть Ди-Франческо и оттуда формулу списать. C там был какой-то сжедрюшим и встал и C тут были 5, как правильно. Какой C? Вот этот C, вот этот C. Так нет, оно у вас есть на самом деле зашито. Это типа 2C на 3. Ну, потому что C у меня там 3К на К плюс 2, это и есть, собственно, 2 третьих C вот это стоит. Ну, сейчас я напишу у ПЕ. Сейчас мы это и получим. Значит, ну, это все, это последнее утверждение. Я уже вижу измученные лица. Где-то оно не было. Вот этот C. Значит, G плюс Z G минус Z это есть 2C на 3 Z минус W. Да, извините, пожалуйста, у меня что-то сегодня это. Не люблю букву W. Значит, 2Y от W Z минус W в квадрате плюс Z минус W. Здесь 2T от W плюс производная Y в точке W. Нам достаточно будет посмотреть на самую сингулярную часть вот эту вот, потому что там уже будет видно, что, ну, если я напишу вот сюда вот неизвестные буквы и начну туда подставлять, то они однозначно зафиксируют уже тот факт, что вот здесь должно стоять третья степень и 2C на 3. Значит, а я напишу, если хотите, но я думал, что это не очень интересно. Y, собственно, это обычный, как это, обычный свободный бозон. Это И корень из C на 3 ДФИ. Это Y. Ну, просто он не фигурирует с буквами G, поэтому я не подумал, что это неинтересно. Значит, давайте считать. Значит, я в смысле ОПЕ пишу вон ту формулу. Это, значит, получается 2K на K плюс 2. Здесь ПСИ в точке Z ПСИ даггер, тут единицы, в точке W спариваются. Потом спариваются экспоненты. Е в степени и корень из K на K плюс 2 ФИ Е в степени минус и корень из K на K плюс 2 ФИ. Ну, вот для того, чтобы вот этих друзей восстановить, надо знать ОПЕ вертексов и ОПЕ ПСИ, их регулярные, ну, их первые регулярные слагаемые. Я это поленился делать, поэтому, значит, я только сингулярные напишу. Вот. Значит, ну, вот этот друг, это один на Z минус W в степени две размерности, размерность альфа в квадрате пополам. А, тут и написано K плюс 2. Что, где? Что, я опять неправильно списал? Да, конечно. Да, конечно, спасибо. Сейчас бы ничего не получилось. K плюс 2 на K. Ну, то есть, короче, вот здесь будет стоять просто K плюс 2 на K. Ну, это самый сингулярный. Самый сингулярный вот здесь, я где-то тоже писал, вот он. Я тут почти остался. K минус 1 на K. Вот. Самый сингулярный вот здесь, это 1 на Z минус W 2 K минус 1 на K. Вот так. Ну, совокупляю вот этих друзей. Значит, они складываются и получается... Сейчас скажу, что... Сейчас, 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 сейчас. А, ну, правильно, потому что здесь... Я, 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 я... Сейчас. 2K... Нет, 3 не получается, потому что здесь двойки нет. Здесь 2K. Сейчас, сейчас, сейчас. Спокойно. 3K делить 2K. Ой, все, конечно. Двойка вот эта вот сокращается вот с этой двойкой. Значит, получается действительно 1 на Z минус W 3K поделить на K. Это заработали. Значит, а вот этот коэффициент 2K на K плюс 2 это есть в точности 2C на 3, потому что это 2 на 3 умножить на 3 K на K плюс 2. То есть это вот... Мы ровно восстановили вот этот коэффициент ВПЕ. Значит, давайте подытожим мой душный рассказ. Что мы сделали? Во-первых, мы научились получать из... Ну, в модуле Верма кирального представления мы обнаружили старшие векторы всех других представлений унитарных старшего веса. Это первый важный результат. Второй важный результат. Мы явным образом реализовали явным образом реализовали все унитарные неприводимые представления n равно 2 суперконформной алгебры как кассет-конструкцию парафермиона, в которую мы добавили бозон свободный. Вот. На этом, наверное, у меня все. В следующий раз Тимофей будет считать характеры. Собственно, к слову, про branching rules. Спасибо за внимание.